Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 10 главе книги «Бытия». Авторы и составители книги «Бытия» поместили, собственно, в 10 главу довольно пространный список родословных, список потомков сынов Ноя, Сима, Хама и Иофета. Но в изначальном-то тексте ведь не было подразделения на главы, оно вообще возникло только меньше тысячи лет назад. И в этом сплошном тексте эти родословия помещались после рассказа о хамстве Хама, о том, что хам проявляет неуважение к собственному отцу, и таким образом, и в какой-то форме новой, еще один рассказ о человеческом грехе. В контексте всего разговора о Завете с Ноем, где вообще запрещается любое посягательство на человеческую жизнь, которое становится действительно объектом абсолютно неприкасаемым, неприкасаемым, которому никто не может простирать алчные ручонки. Вот благоговение перед жизнью и даже неуважение, просто неуважение к людям становится вещью греховной, запрещенной Заветом. И за поступок хама, точно так же, как и за убийство, хам и его потомки получают проклятие. Вот, таким образом, среди потомков Ноя, часть, те, которые являются потомками хама, оказываются вот под действием этого проклятия. Теперь, с другой стороны, родословные, в том числе родословные вообще как жанр, в том числе и включенные в книгу Бытия, они редко представляют собою своего рода такую этнографическую теорию. Это генеалогия народов, не просто людей или даже людей, которые стали, так сказать, основоположниками народов. Это такое родословное древо, включающее в себя более или менее все народы, которые были известны на момент составления записи этого предания. И эти народы все по-разному относятся друг к другу, по-разному находятся в родстве или во вражде друг с другом. И вот, как бы продолжая, ну, то есть, действительно, продолжая, предыдущий рассказ о хамстве хама, здесь, в этом родословии, автор помещает в сынов Яфета те народы, которые большей частью проживают достаточно далеко от народа божьего, а в состав потомков хама включаются все те народы, с которыми у народа божьего враждебные отношения. Вот множество завоевателей, народов, которые посягают на жизнь и свободу израильтян, потомков Авраама, и Осирия, и Египет, и жители Вавилона, и другие, вот все это потомки хама. Заметьте, что и у автора, и у составителя в голове есть некоторое представление о том, что все потомки в самом буквальном смысле физически содержатся в своем лидере-основателе, в своем предке. Поэтому, если говорится о Сур или его потомке, или Мицраим, его потомке, значит, речь идет действительно вот об этом человеке и потомках, которые угнетают народа божий, угнетают, мучают, грабят и завоевывают. И вот, собственно, речь здесь идет не столько о каких-то генетических особенностях, это такая своего рода политическая генеалогия, где говорится о том, что вот те все плохие, которые нас угнетают, они все потомки хама. и поэтому проклятие падает на них, и поэтому они так враждуют, ну и против сынов Израилевых. Но есть и противоположный, обратный смысл, заключающийся вот в том, ханаан, это, собственно, совокупность тех племен, которые как будто бы должны быть изгнаны от лица народа божьего при заселении в землю обетованную. Когда это произойдет? В следующей книге «Исходы» разговор об этом еще достаточно далеко впереди, но тем не менее здесь как бы заранее говорится о том, что проклят ханаан, и потому, что совершил ужасный грех его отец хам, и изгнание хананейских народов из ханаана перестает выглядеть таким обыденным конфликтом или этнической чисткой, как теперь бы сказали, а приобретает некоторый смысл заслуженного воздаяния. Насколько хороша подобного рода этнокультурная теория, по современным меркам, ну, конечно, нет. Но по меркам и обычаям архаичной культуры, в которой, так сказать, предлагается эта идеологическая схема, конечно, да. И для составителя важно, что эти все окрестные народы и Иусеи, и Амареи, и Хананеи, вот куча народов, которые все потомки хама, они как были прокляты в самом начале, так справедливо сгоняли их с мест иудеи, которые заселялись в ханаан после Моисея. И снова приходится с ними бороться после возвращения из плена. Здесь тоже еще нужно обратить внимание на то, что в реальности, конечно, историческое заселение ханаана израильтянами не было таким уж прямо завоеванием и этнической чисткой. Заняло очень много времени, продолжалось в течение нескольких поколений и большими насилиями не сопровождалось. Но для составителя в ту эпоху, когда возвращение поселенцев, простите, переселенцев, возвращение в Палестину из Бавилонского плена было сопряжено с жуткой враждебностью этих народов настолько, что исторические книги свидетельствуют, что они восстанавливали стены Иерусалима, держа в одной руке лопату, в другой меч. Надо сказать, это неудобно. Но, тем не менее, вот такой образ, до такой степени яростно нападали все эти хананские народы на вернувшихся переселенцев. Вот поэтому для составителей важно предъявить эту схему. Вот изначальное хамство, и, соответственно, они все потомки хама. И вот они всегда были прокляты. И поэтому вот здесь этот рассказ, генеалогия, и поэтому разговор в исходе о том, что придете и всех немедленно выгоните, и поэтому, в общем, довольно жестокие картины завоевания порой попадаются нам и в книги Иисуса Новина, и в хрониках, потому что нужно объяснить эту актуальную и многовековую враждебность, которая вовсе не обязательно имела такой накал. И, собственно, на этом история потомков Ноя, вернее, генеалогия потомков Ноя заканчивается, и, казалось бы, можно было бы на этом остановиться, но в следующей главе, несколько в ином контексте, мы видим другой рассказ, где уже разговор будет идти только о родословии Сима. Продолжение следует...